Я гражданка России, проживающая на территории Молдовы, проживающая с 97-го года. Сегодня я услышала женщину, молдаванку, которая призывала Майю Санду ехать в Россию, а не на запад. Она была бы счастлива, если бы пришли русские и навели порядок в Молдове, и мы опять стали Советским Союзом. Ну просто не хочется ненормативно выражаться. Ты, тварь, когда сама была в России? Не в Москве и Питере, а в России. В Омске, в Томске, в Иркутске, а вокруг этих городов русские придут, наведут порядок? Ты к чему призываешь? Твои сыновья выросли, и ты думаешь, они не попадут под русских? А русские не будут церемониться и не будут смотреть, с оружием твои сыновья или без оружия. Есть уже пример в Украине. Ирпень, Буча, Гастомель. До Бучи не доехала, врать не буду. А вот и в Ирпень я бы тебя свозила. Где 20-летний мальчик Рома не выехал, потому что он был без оружия и посчитал, что, ну, ничего страшного не будет. Теперь его мать разгребает все дома руками и ищет этого Рому. Потому что русские не стеснялись, они убивали всех подряд. Им все равно было, с оружием или без оружия. Вы куда тянете детей? В совок? Выросло два новых поколения. Два умных, здоровых, сильных поколения. Куда вы их тянете? Они знают французский, немецкий, английский. Они ездят везде по Европам. Они общаются. Они много чего знают. Они умнее нас. Вы куда их тянете? В закрытый совок? Забыли, что это такое? Небось, сама ездишь отдыхать в Египет. В Турцию. А что не на Байкал? А что не в Якутию? Там северное сияние. Посмотришь, порадуешься. Как раз посмотришь на Россию, где порядок. Вы два раза в год делаете ремонты. А у них туалет, выгребная яма. У них порядок. Ты такой порядок хочешь принести в Кишинев? Тебе Майя не подходит? А кто тебе подходит? Дадон? Которые все время разжигают эту межнациональную рознь. Все время подливают. Русскоговорящих обижают. Кто обижает? А может вы сами ищите? Может мы сами ищем? Почему меня за 30 лет никто не обидел? Потому что я не искала этих проблем. Я не знаю молдавский язык. Но это моя проблема. А не проблема молдаван. И тем более не проблема государства. Не слишком ли много мы требуем для русскоговорящих? Мы живем в этой стране. Нас приняла эта страна. Совок давно распался. Давным-давно. Мы живем в другой стране. И наши дети знают. И молдавский, и английский. И ничего страшного. Куда вы их тянете? В совок вам нужно? Приезжай. Я тебя свожу в Бучу. Я сейчас в Киеве. Здесь недалеко. 60 километров. Посмотришь на русский мир. На последствия русского мира. Ты зовешь русских в Молдову? Выпьешь с ними 100 грамм? Чем для тебя потом это закончится? Дура ты тупорылая. Взрослая женщина. А мозг, ну правильно, возраст не всегда приходит с умом. Ты куда тянешь людей? И немножко про 9 мая. После Бучи я много читала. Много читала, много переосмыслила. Я хочу поделиться своей болью. Я выросла в семье, где дедушка дошел до Берлина. И никогда за 52 года у меня не было мысли, что такое трофей, который принес дедушка с фронта. Я обожала этого человека. И теперь я молю Бога, что он эту швейную машинку взял в пустом доме. И эту картину он вытащил не из рук ребенка. Убитого ребенка. Я молю Бога, что он из-за этих тряпок не убивал людей, как это делали в Бучи, в Арпене, в Гастомеле и сколько еще вылезет. А ваш дедушка что принес с фронта? А где взял?